Так, всем привет, мы на базе. Вот она эта легендарная площадка, все тут выстраивается потихонечку. Вот она наша зеленая пестика. Ей покрасили капот, подготовили ее к регламенту. Движуха идет, здесь вот Федоров с нами, вы его так просите постоянно, и он тут с нами притусил как раз прям рядом. Здесь все как обычно, в общем-то, пацаны все, кто постоянно катаются, они и в деле. Он сайт мастер вся тусовка, добровольский, синий сикс, какой-то вон еще один сикс красный раздолбанный. Так что сейчас все буду рассказывать, показывать, и всем приятного просмотра, и поехали. Расскажи, что ты поделал, и что еще надо поделать, вы что-то не доделали еще? Да, мы не успели крышку топливного бака доделать, и крышку аккумулятора. Ну сейчас досверлим, уплотнив все. Ну все, это есть, это в принципе час делов, да? Да, пару часов, не больше. Короче, масло двигателя применять, но это тоже ерунда. Короче, сегодня мы покатаемся. Да. Здесь в багажнике появилась какая-то огромная конструкция. Это типа короб, да? Да, да. Это чтобы не делать фаерволл? Да, да, да. Что тут еще новенького? Ну, каркас вот обвязали, я вижу, вот этой штукой. Ну и так что-то пока больше ничего не вижу. А, огнетушитель вот появился. Еще короб под аккумулятором. Ну, остальное вроде все осталось так. Тут в инстаграме спрашивали, что у нас внутри прицепа. А внутри прицепа у нас абсолютно разная резина. От китайчика до вестлейка, тою, ахиллеса и даже липучки. Потому что есть вероятность, что выпадет снег, ну и придется ехать на липучке. То есть 18-й контик какой-то там прикольный, который на циксе стоял в мече. Мы на нем катались, у меня была как-то в серии, я про него говорил. Вот он, оказывается, тоже с нами. И это очень прикольно. Будем тестить разный зацеп и пытаться всех обогнать. Хорошая шутка. Чтобы выпуски были более-менее как-то одинаково насыщенные, а не высосанные из пальца, я буду снимать каждый выпуск про какую-нибудь одну тачку. Ну, естественно, что-то про них рассказывают, что я знаю и спрашивают у друзей, знакомых. И вот эта тачка, которая за мной стоит, это бывшая слива Вани Годзиллы. Бывшая слива Жени Сатюкова после Вани. Да. Ну так вот, и сейчас мы пойдем, поснимаем ее, поспрашиваем про нее разных историй. И вообще посмотрим, что с ней стало спустя 4 года. Или сколько там, 3. С 17-го года последний раз она была в Москве. Потом приехала к Чепи на полную переделку. Годик выгадалась в Белке. И вот здесь уже теперь нашпиговано на всем максимальном жру, которое только возможно. Единственное, из старого здесь остался вот кузов и какие-то, ну вот, дверные карты, там, какие-то такие решения. Ну, расскажи, что тут по мотору? Я смотрю, тут все вообще новое. Это же, получается, ГЕ-шная, да, вся история? Нет, это все ГТЕ. ГТЕ? Весь мотор, все ГТЕ. Это был, ну, взят ГТЕ. Наверное, меня крышечка вот от смутила. Крышечка от ГЕ стоит, потому что она сильно высоко, у мотора стоит. Ага. Вот. Сухой картер, 3,4. Ничего, в принципе, все. Впуска вот этого тоже не было? Впуск, да, впуск, радиум. Та же самая топливная рампа тоже радиум. А Турбо, смотрю, тоже какая-то другая. Турбо G30 стоит уже новый, Гарад G30 на 900. Ага. Как бы, вроде как бы, и нормально. Короче, с тачкой по факту все перебрали, перешли на ViceFab, да? Да, перешли на ViceFab, PC по кругу. Ну, все, по большому счету больше ничего тут особо не делалось. Ну, как, новый мотор, новая коробка, все собрано с нуля, и, ну, как-то так. Ага. Ну, и я смотрю, Винтерс еще поставили тоже. Винтерс поставили, это вот недавно было. Абсолютно, потому что задолбались, честно. Ну, понятно, задолбались. Кучу этих редукторов возить, как бы, очень удобно. И еще на тренировках, да. Ну, короче, здесь бетон забирает всех. Ну, потихонечку, да. Че тут, как у вас успехи? Все, премучили, мы готовы. А вот хер-то там. Она севшая в очко. Севшая в очко. Значит, вторую. Да, сейчас. Прием, 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 прием. Ништяк, работали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, на тоненького! Так, ну, у нас первый день подходит к концу. Какая-то опять херня с ручником. Мы только недавно поставили новый цилиндр. Все прокачали, все было хорошо и здорово. Но теперь что-то опять происходит не по плану. Здесь вот это стоит непонятный суппорт, огромный, это Infiniti. И он имеет два штуцера. Вот здесь и еще внутренний. Мы в прошлый раз об этом не знали, прокачивали только внешний. Когда нам Ярик сказал то, что надо прокачивать внутренний, у нас резко все пошло бабла, но и все прокачалось и стало хорошо. Женя, что? Женя, орел. Все нормально. Завтра будем вкатываться, продолжать. Покрытие, я так понимаю, что вот этот дождь, это все, что нас ждет на этой неделе. Сегодня наша задача найти ручник, поехать отдыхать и смонтировать еще для вас обязательно этот видос. Я пока не знаю, что будет из этого получаться, какой там у них будет тайминг и какой формат монтажа. Потому что делать надо будет быстро и как-то просто. Так что будем, короче, будем что-то по ходу дела изобретать. И снова я записываю концовку видео под этим фонариком в Жениной Хонде. Первый день закончился. Всем спасибо за просмотр. Уже завтра вас ждет новый видос. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. У нас тут жопа в огне просто. Так что обязательно ждем твоей поддержки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ярик. Пока.